Со временем я уже показывал работу с мячом на работку тактильности и различных траекторий. Сегодня хотелось бы затронуть вопрос горизонтальной плоскости. То есть старое упражнение, которое используется в китайских системах. Катаем мяч в горизонтальной плоскости. Горизонтальная поверхность не сильно высоко, но не сильно низко. И вот, в частности, внутрь. Важно, это мы делаем не одной рукой, лишь бы елозить. Работает весь корпус. То есть, если есть возможность взять тяжелый мяч, работаем с ним, но всем корпусом. Что мы из этого получаем? Если говорить про пустые руки, вот у нас движение вперед, это прямой. Продолжая движение, вот у нас уже есть кросс. Продолжая закругление, мы получаем боковой. Не важно. Поднимаем локоть и получили боковой. И все время без остановки. Наращивая скорость с ускорением и нагнетая траекторию, мы можем уносить постоянный сильный удар. Повторяю, за счет корпуса. Если мы говорим про клинок, то, соответственно, мы получаем следующее. Прямой. Прямой с выходом на порез. И если мы чуть подваживаем кисть, мы получаем укол сбоку. Прямой порез. Соответственно, следующий вариант, это пульсо от сих пор. Одно, другое. Корпусом, тазом работаем. В данном случае, мы получаем. И забыл через стук. То есть, это должен быть джеб. Либо вариант срезающего пореза в защите в отделе. Если мы говорим про меня, то укол. Либо в продолжение. Это реверсивный порез. Вот если надо, укололи, порезали. Порезали, укололи. Все на одном движении. Освоив одиннадцатый движение, мы можем это уже начать объединять в комбинации двух рук. На меня. В пустых руках это может быть. Сбивы. Боковой, 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 прямой, боковой. То есть, здесь можно собирать классические варианты самостоятельно. Самый простой, это классическое четвертый уровень. Закругляем и ускоряем все. Освоив боковые, мы можем начинать вставлять прямые. Либо потом начинать спинник. Но, принцип остался в руке, но тот же самый. По кольцу и с ускорением. Еще один из вариантов может быть, это когда у нас руки подняты, как в ашихара карате. Локоть остается опущенным. И тогда мы делаем кольцо в горизонтальной плоскости. Либо парируя атаку противника в одну или в другую сторону. Либо, как в том же ашихара, через кольцо прихват вытянуть. И продолжая кольцо, например, носим боковой. Совмещение от себя. Движение от себя, оно не самое естественное для человека. Поэтому здесь варианта будет несколько меньше. Это может быть два прямых, как вариант джебов. Либо это может быть раскрытие и джебов. Варианта вот таких ударов нет. Теоретически выпедриваться можно, конечно. Но толку от этого не будет никакого. Мы рассматриваем реальное вложение. То есть мы сможем сбить руку и сразу войти. Но мы не сможем долго елозить по противнику и потом пытаться ударить. Ну и, соответственно, вариант совмещения двух направлений. Например, внутрь, наружу. Либо на обороты. Здесь уже есть, если идет атака, перехватываем с обходом. Либо же это может быть прямой, прямой, боковой. Либо наоборот мы начинаем с джеба. И заканчиваем движение к себе более естественное для человека. Именно поэтому мы сможем создать большее усилие и увеличивать скорость. И, соответственно, здесь у нас больше вариантов комбинации. Ищение, пробуйте.